Сегодня завершается один очень-очень важный библейский праздник, праздник, который называется День Трубления. В Библии, в книге Левит, он назван Днём Трубления. Что это значит, что это за праздник, и при чём тут мы? Я вам уже говорил, что есть праздники еврейские, нужно уметь различать, и есть праздники, которые сам Господь Бог называет «Мои праздники». Например, мы знаем праздник Ханука. Это, как вы думаете, это какой праздник? Это праздник, о котором Бог сказал, это мой праздник или это еврейский праздник? Ханук – это еврейский праздник. Есть еврейский праздник Пурим. Но есть семь праздников, которые сам Господь Бог в самой же Библии называет «Мои праздники». Например, праздник Песах. Ну, очень странный момент. Евреи выходят из Египта, освобождаются, а Бог говорит, нет, это не ваш праздник, это мой праздник. Люди приходят к горе Синай, и Господь Бог с ними разговаривает. И Бог говорит, это не ваш праздник, что я в этот день даю вам своё слово, и вы его принимаете. Это мой праздник. Понимаете, что он говорит? Это важнейший момент. Нужно слышать эти моменты. И сегодня тот самый день, который называется Днём Трубления. Специальный бараний рок, который называется шофар. Что это значит? Что это за день? Согласно, опять же, еврейской традиции, это день, когда Бог сотворил человека. Это день рождения человека. Поэтому этот праздник, День Трубления, это наш день рождения. День рождения Адама, и в нём день рождения всего человечества. И Бог, показывая своё отношение, говорит, что это не ваш праздник, что вот вы родились, а это мой праздник, потому что вы родились. Этот праздник показывает отношение Бога к тому, вот очень примитивный пример, когда у отца рождается сын. Вот радость отца. Не то, что ребёнок в этот момент ощущает, я родился, как здорово, хлопайте и целуйте меня. Нет, в этот день отец празднует этот день, как свой праздник, потому что вы, люди, родились. Это показывает отношение Бога к человеку. Есть другие такие праздники, но сегодня я хотел бы немножечко, в очень немногих словах акцентировать ваше внимание, потому что это день, первое, это день рождения человека. И это день, когда Господь говорит, это мой праздник. В этот день, подчёркиваю, день трубления, что это значит, откуда идёт источник этого. Когда Авраам уходит на гору Мурья, да, Мурья – это от слова «ор» или «свет», это гора света или гора учения, и приносит, или собирается, точнее, приносить своего сына Ицхака в приношение Богу, то сказано, что ангел останавливает его руку, да, и там они видят ягнёнка, агнца, который запутался рогами своими в кустарнике. И поэтому в этот день, который для Авраама или для Ицхака, может быть, был бы днём суда и осуждения, этот день становится днём милости, потому что Бог спасает и Авраама от его страданий, потому что это страдания, когда умирает твой сын, и Ицхака освобождает от страданий. Поэтому трубления в бараний рог, когда в этот день трубят в бараний рог, они призывают Бога сменить свой гнев на милость. То есть по справедливости нас действительно нужно осудить, потому что весь этот год мы прожили очень плохо. Мы никому не помогли, мы 150 раз прошли мимо, мы закрыли глаза на это. Мы – мы. То есть по справедливости ты должен был бы нас осудить, но в этот день мы трубим в шофар, в бараний рог и просим этот звук, как он был свидетельством того, что случилось с Ицхаком, и Бог сменил суд на милость. То же самое в этот день – это зов, звук, скажем так, или голос нашей души, который кричит тебе и просит о милости. Почему Христос называется агнцем? Это и есть смена суда на милость. Поэтому, когда сегодня читали, что было сказано, что Христос приходит в синагогу и произносит слова, что сейчас я пришел проповедовать юбилейный год, там в синодальном переводе «Лето Господне благоприятное», это очень не совсем понятно, да? Это лето, это год Господне благоприятное, это юбилейный год, когда в год, который освобождаются на свободу все, узники на свободу. Это и есть юбилейный год. А в юбилейный год трубили в бараний рог. Так что звук трубы, помимо просьбы сменить суд на милость, звук трубы обозначает еще звук свободы. Поэтому этот день, сегодняшний день, это еще и потому праздник Господень, что это день свободы, потому что Господь не любит рабство. Он не терпит, когда человек находится в рабстве. Он призывает человека выйти на свободу. И это тот самый день, в который Господь Бог обратился к человеку с вопросом. Считается, что Адам пал в этот же самый день своего рождения, то есть когда он еще не был и даже не прошло еще несколько лет, скажем так, если очень грубо говорить, примитивно. А в этот день, в который он родился, в этот день он и упал. И в этот день Господь Бог задает вопрос. Каждому человеку. Где ты, Адам? Адам – это человек. Мы помним, да, слово Адам? Это по большому счету означает человек. И вот сегодня звучит вопрос каждому из нас. Где ты сегодня, человек? Каждый год в этот день – это звук. Это голос Господа, это его вопрос. Где ты сегодня? Прошел год. В прошлом году ты меня просил, умолял, избавь меня, я исправлюсь, я сделаю, я сделаю, я пройду, я подумаю, я буду молиться. Прошел год. Вопрос. Где ты сегодня? Кем ты стал за этот год? Что с тобой произошло? Или что с тобой не произошло? Это вопрос также к Адаму, когда, ну что, вот ты хотел, ты добился, чего ты хотел. Ослушался меня, съел, неважно, да, что ты выиграл. Есть ли что-то в тебе, вот это ощущение победы, что я победил, я выиграл, я получил то, что я хотел, и чувствую невероятное удовольствие. Есть ли в тебе это чувство? В Адаме его не было. В Адаме его не было. Он не получил радость от того, что он сделал что-то. Поэтому сегодня тоже звучит вопрос, где ты, то есть кто ты, кем ты стал, где ты находишься? В какой точке своего развития ты находишься? Может быть, ты там же был, где и был 20 лет назад? А может быть, ты продвинулся еще на 20 лет вперед? Эти вопросы должен я задавать себе, самому себе. Никто не вправе подойти тыкать в вас и говорить, а вот ты вот такой, или ты не прошел, ты не развился. Нет, это вопросы, которые я слышу от Бога. Это интимный вопрос. Это Бог и я, вот все. Потому что вы передо мной не несете, как говорится, не держите ответ, не я перед вами. Но мы все стоим перед Богом, и перед Ним мы будем за это отвечать. Поэтому очень важно себя спрашивать. Что значит, что вы судитесь для того, чтобы потом не быть осужденными с миром? Почему мир осуждается потом? А потому что мир не задается таким вопросом. Мир себя не спрашивает, где я, кем я стал. В Боге я имею в виду, да? Мир спрашивает, насколько я развился в технологии. Это другой разговор. Но что касается души, мир не задается, как правило, таким вопросом. Это вопрос к верующим людям. А так как я постоянно задаю себе этот вопрос, так как я постоянно пытаюсь найти на него ответ и пытаюсь что-то сделать, меня потом не судят. Потому что я все эти годы судил себя сам. Был такой очень хороший поэт, фамилия которого Бродский. Он сказал, ты сам себе последний, часто довольно страшный суд. Поэтому человек судит сам себя. Этот самый день, этот самый праздник уже позже мудрецы Израиля назвали так, как его сегодня называют все – Рош-Ашана. Но этого названия нет в самом тексте библейском. Там сказано «День трубления». То есть в этот день есть заповедь слышать звук трубы. Слушать. То есть в этот день есть заповедь. Обязательно в этот день ты должен слушать звук трубы. Ты должен услышать, что Господь сменил к тебе свое отношение. Что Господь с милостью обращается к тебе. В милосердии своем обращается к тебе. И в милосердии своем спрашивает тебя, где ты. Так вот, мудрецы назвали этот праздник рожь, а шана – это тоже воля Божья. Я слышу, во всяком случае, так. Что значит рожь и что такое шана? Рожь – это голова. Рожь – это голова. Шана – это год. Но это слово шана происходит от слова, ну, по-русски год-год. Непонятно, что год, ну, что с чем связано. А в еврействе там такие слова, они переплетаются обязательно с чем-то. Все имеет свой смысл. Да, даже цифра два. Вот мы говорим два. Ну, что два? Два – и все. А в еврействе два – это еще другое. То же самое. Шана – это год от слова, внимание, от двух слов. Первое слово – шана – это повторение. То есть каждый год – это как бы повторение, цикла. Происходит определенный цикл. Вот началось все, допустим, первого Ниссана, прошло цикл, пришло к первому Ниссану. То есть цикличность, повторение. Но с другой стороны, в этом парадоксе еврита, шана обозначает еще изменение. Одно и то же слово. Значит, и повторение, и изменение. Теперь я себе спрашиваю, так повторение или изменение? Потому что повторение – это как бы то же самое, а изменение – это совсем другое. Но в этот день ты должен пройти этот путь и измениться, подняться. Это путь по спирали, не путь по кругу, где ничего не меняется. Есть цикл, но нет изменений. А путь по спирали – это есть цикл, и ты поднимаешься выше, и значит, есть изменения. Поэтому… А, рожь – это голова. Поэтому где должны быть изменения во мне? В голове. Прежде всего, в моей голове должно произойти изменение. По-другому никак не получится. Отсюда апостол Павел делает вывод, что обновитесь обновлением ума. Отсюда. Потому что он раввин. Он учился у раввинов, он прекрасно знает всю еврейскую традицию. И он, зная, что вот это связано с головой, говорит «измените свое мнение». Измените. То же самое слово метаноя по-гречески. Мета. Что такое мета? Все знают, да? Метафизика. То, что сверх. То, что над. То, что за пределами физики. Потому что физика не может объяснить метафизические явления. То есть мета – это анумос, ноя. Мета-ноя, да? Ноос – это разум. Поэтому, когда Господь говорит нам «покайтесь», по-гречески это звучит метаноя, да? Что это значит? «Измени», то есть выйти за пределы обычного понимания. Выйти за пределы обычного человеческого разума. Посмотреть по-другому. Увидеть другое. Встать на другую точку. Встать на другую гору и оттуда посмотреть на самого себя. Вот это и есть. То есть первое изменение – это вот здесь у меня. Если его у меня нет, то я просто не меняюсь. Как я всегда говорю, нельзя думать, что если я вчера курил 20 сигарет, а сегодня 10, то я сильно изменился. Это не изменение. Изменение должно произойти и должно и происходит именно в сознании человека. Если оно есть, тогда вы действительно победили. То есть этот день, этот день, еще раз возвращаемся, день, когда Господь радуется тому, что у Него есть Сын. Есть несколько вещей, несколько пониманий. Есть отношение к Богу, как раба, к хозяину. Что это значит? Вот Ной. Бог ему сказал, он не спрашивает. Ему неинтересно, зачем это надо сделать. Вот он пошел и сделал. Приказал – все. Он не задается вопросом. Сын – это другой уровень. Опять же, в еврейском языке «бен», то есть сын, происходит от слова «бина», «леавин» – понимание. То есть кто такой сын? Сын – тот, кто понимает Отца. Все. Если вы хотите себе спросить, а я сын, а я дочь, а я вообще ребенок, дитя Божье, ответьте себе на этот вопрос. Язык вам подсказывает, как понять это. Если ты понимаешь Бога, ну, в каком-то смысле понимаешь, то есть ты не можешь понять Бога во всей Его полноте, это в принципе невозможно. Это уже не то, что метафизика, а мета-мета-мета. Но столько, сколько тебе дано, вот настолько, насколько тебе это дано, и ты можешь понять Бога, и ты понимаешь Его, то тогда ты действительно дитя, ты тогда часть семьи. Потому что ты понимаешь, ради чего страдания, ради чего вот это, ради чего другое, ради чего третье. Если я этого не понимаю, но просто делаю, потому что так написано. Или из страха, или из чего-то, или из чего-то. Я просто, ну, знаете, у рабов были там, не знаю, пристройки где-то живу. Да, я живу на территории двора Отца, но где-то в пристройке живу. Я вам всегда говорю, мудрые и неразумные делы. Они живут в том же дворе, но не в том же доме. Понимаете, это разница какая. Они попадают во двор, но в тот дом нет. Потому что это дом для семьи, там семья живет. И если я себя ощущаю частью этой семьи, тогда да. Но для того, чтобы быть семьей, нужно что-то делать. Понимаете, когда изменяется твое сознание, ты начинаешь понимать, что тебе делать. Я вам говорил много раз, ну, может быть, чаще в субботу, и поэтому сегодня повторю тоже, что, когда я не знаю, что мне делать, и часто я не знаю, что мне делать. Вот как, что мне сделать? Вот такая-то ситуация, или вообще, что мне в жизни делать? Для того, чтобы мне понять, что мне нужно делать в жизни, это второй вопрос, поймите. Нужно знать ответ на первый вопрос. Кто я? Если я знаю, кто я, я всегда знаю, что мне делать. Если я электрик, я знаю, чем я должен заниматься. Например. Или если я шахматист, я знаю, чем я должен заниматься. Поэтому, чтобы знать, что мне делать, нужно себя спросить, кто я. А это и есть вопрос, который задается вот в этот день. Рож, Ашана, день трубления. Где ты? В смысле? Кем ты стал? Понял ли ты себя? Вот где ты сейчас находишься? Прошло какое-то время. Что ты выиграл? Что ты получил? Что ты приобрел? Что ты потерял? А человек теряет. Теряет. И когда... Почему ему стало стыдно? Ведь первое ощущение, которое у него возникло, когда совесть его, скажем так, начала обличать, нашими словами говоря, когда это произошло? И почему? Потому что голос Бога он до этого слышал внутри, вдруг он испугался того, что этот же самый голос стал звучать снаружи. Он перестал звучать внутри. Это его напугало. Сказано, он услышал голос Господа. Мы читаем, что услышал голос Бога, ходящего по саду. То есть у нас такое ощущение из перевода. Складывается, что Бог ходил по саду, гулял. Нет. Там сказано, что не Бог ходил по саду, а голос Бога проходил по саду. Услышал голос Бога, проходящий по саду. И вот когда он увидел, что голос прошел мимо меня, вот это его напугало. И тогда ему стало стыдно за то, что он сделал. И поэтому сегодня я хотел бы себя спросить, вот за все то, что я делаю, будет ли мне стыдно? Однажды перед Богом мы все предстанем. Нет такого человека, который пройдет мимо Бога. Мимо Бога невозможно пройти ни в этом мире, ни на этой земле, ни тем более в другом измерении. Невозможно. Даже если я могу не видеть электромагнитных волн, я так устроен, что мои глаза и уши не видят и не слышат. Все равно это есть. Просто я этого не слышу. Вы знаете, как понимают в еврейском мире вот этот момент суда, когда ты будешь там. Вот ты скажешь, господи, я это не смог, у меня это не получилось и так далее, и так далее. А, не получилось? Ладно, забудь о себе. И ему показывают фильм. Сейчас я картинку вам просто рисую. Буквально не надо меня понимать. Человека сажают перед монитором, перед телевизором, включают ему фильм и показывают жизнь человека, который вот так сделал, так сделал, так поступил, так сказал, так огрызнулся, так зло в себе затаил, там обиду, там ребенка обнял. Неважно, да? И скажут, что положено этому человеку? Этому человеку, слушай, как можно вот так было жить? Я с ума схожу. Этому человеку положено вот такое наказание. Господь, Бог ему говорит, это ты. Я просто изменил твое лицо, но это я показал твою жизнь. И ты сам себя сейчас осудил. Ты сам себе вынес приговор. То есть идея, почему Бог говорит, я не сужу никого, и Христос говорит, я не сужу никого. Бог говорит, Бог не судит никого, весь суд отдал сыну, помним. А сын Христос говорит, а я никого не сужу. Погоди, секундочку. А кто же меня тогда будет осуждать? А вот ответ на этот вопрос. Ты сам себе вынесешь приговор. Просто ты не будешь знать, что перед тобой показана вся твоя жизнь. Потому что ты увидишь изначально, что человеку дали в руки, грубо говоря, лопату, молоток, это, это, это и все. Что ты с этими инструментами мог сделать за всю свою жизнь? Ой, да я горы мог свернуть. А что ты сделал? А ничего. Ну что ж, ничего, вынеси приговор. И человек выносит себе приговор. Там нельзя будет обмануть. Там нельзя будет лицемерие, лицемерить, понимаете? Там это, не думайте, что это так будет. Это не будет так. У тебя будет отшиблена память, да, ты не узнаешь себя в этой картинке, в этой жизни вот этого человека. И ты вынесешь, вынесешь по справедливости приговор самому себе. И поэтому, когда я однажды буду себе вот такой приговор выносить, знаете, хотелось бы прожить жизнь так, чтобы я, ну я сейчас просто говорю, я, вы каждый о себе, да, так скажете, глядя на свою же жизнь со стороны и не зная, что это моя жизнь, сказал бы, слушай, я тоже хотел бы так жить. Я тоже хотел бы так жить. Я тоже хотел бы вот так верить в Бога. Я тоже хотел бы вот так Ему служить. Я тоже хотел бы, я не знаю, от всего вот так отказаться и хоть у меня 25 тысяч дел, да, но приходить и видеть моих братьев, сестер, не знаю, обнимать их, рассказывать им что-то, делиться с ними чем-то, садиться не вот так, а плотнее друг другу, понимаете? Потому что ощущение плеча это важный пункт, важный момент. У нас все одиночки, собрание одиночек, нет единства. Это хуже всего, когда нет единства. Когда ты один, никто не скажет о тебе. Никто вдогонку не, скажем так, запустит вслед тебя много добрых и хороших слов. А мы не знаем этого человека. Мы не можем сказать о нем ни хорошее, ни плохое. Ну, был и был, вот тут сидел всегда 25 лет и сидел. Ну, я не знаю, что у него в душе, что им двигало, что он ощущал, что понимал. Ничего не знаю. Сидел, да сидел, молился, как все, ну, единства нет. А когда нет единства, ну что ж, Бог назван Богом единым. Почему? Он не назван Богом одиночек. Хотя слово «эхат» один, многие, ну, какие-то переводчики, пытаясь оправдать вот такую философию, говорили, что Бог один, в смысле Бог одиноких. Ну, это может быть, да, на каком-то уровне. То есть человек всегда должен ощущать, что я не один в этом мире. Если люди от меня отвернулись, то Бог со мной. Но так не бывает, что все подряд от тебя отвернулись. Когда все подряд от тебя отвернулись, это не в них проблема. Не в них. Так не бывает, чтобы все подряд от тебя отвернулись. Ты прямо идеальный, и все подряд от тебя отвернулись. Так не бывает. Спроси себя, кто я. Сегодня тот день, когда я могу задать себе именно этот вопрос. Именно сегодня, именно этот. Потому что сегодня я слышу звук вот этого отрубления. И сегодня мое сердце просит и умоляет, видя все мои, просит и умаляет Бога сменить осуждение, которого я достоин, на милосердие. Но вот вопрос, до каких пор это будет продолжаться? Сколько я могу пренебрегать Богом? Сколько я могу использовать в своей жизни милосердие Бога и играть на Нем? Сколько? Очень удобно говорить, что Бог милостивый, все прощающий, все, что хочешь, делай, и все, простит тебя все равно хорошо. Мы, сами того не понимая, мы все, сами того не понимая, не осознавая этого, очень часто наносим оскорбление Богу, как Отцу, не понимая этого. Не потому, что мы хотим и специально это делаем, а не понимая этого. Но к большой моей радости, к большой моей радости, есть и такие люди, которые понимают что-то, которые стремятся, которые хотят чего-то достичь, которые не останавливаются, которые понимают, что нужно идти и развиваться, развиваться, развиваться. И если я остановлюсь, это будет болото. Обязательно будет болото. Потому что если нет притока постоянного, кислорода, если в реку что-то не вливается, она потом в болото превращается. А болото, ну что ж, как говорится, каждая лягушка, которая сидит в своём болоте, думает, что это и есть океан. Она так думает, понимаете? До тех пор, пока птичка не прилетела, это старая притча, говорит, знаешь что, что ты тут сидишь, давай я тебя отнесу. Она говорит, да ты что, вот это всё. А ты знаешь, есть другой мир. Да не может быть, какой другой мир. Вот всё, что есть, вот оно. Тут пища, тут удобно, тут комфортно, тут здорово. Тут вода, которая меня устраивает. А когда тебе птичка говорит, слушай, там другой мир. Там океан, там другие возможности. Там другое отношение, там всё другое. Знаешь, лети сама, меня вот это устраивает. К большому сожалению, это похоже очень часто на наши отношения к Богу, к общине, друг к другу и ко всему. Помните, у Бога потому всё живо, что оно развивается. Поэтому и живо. Остановился – умер. Я желаю нам с вами жизни, жизни в этот день. Будьте живы и радуйте Бога. Пусть Он, глядя на вас, радуется, что Он сотворил человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова